Ну что, поговорить с Угрюмом? Угрюмый! Кто озвучил Угрюмого? Не пойму, голос до боли знакомый, ну не понимаю прям. Что, уже поговорил с Томагавком? Да, он сказал, что ты что-то знаешь об аномалии Телепорт. Если поделишься информацией, я буду очень благодарен тебе. Зачем делиться-то? Вели группу учёных. Тем эта аномалия и понадобилась. Мы-то в этом не бум-бум, сам понимаешь. Хоть и идеология у нас. Исследовать зону, защищать её. Тьфу. Сейчас не о вашей идеологии, Угрюмый. Что с аномалией? Заладил. Что с аномалией, что с аномалией. Не нашли, понимаешь? Так ещё и людей потерял. Какая глупость была на это согласиться. Объясни внятно, что случилось с твоей группой и учёными. Пойми, мне это очень нужно. Ладно, я скажу. Но взамен ты пойдёшь со мной на поиски моей группы. Согласен? А разве у меня есть выбор? Согласен. Рассказывай, что с вами произошло, когда вы попали в Лиманск. Мы исследовали окраины города. Потом перебрались и вглубь. Тщетно. Мы собирались уходить, как вдруг приборы начали издавать сигнал. Сигнал привёл нас к старой стройке. Там мы сели в лужу. Сигнал есть, аномалии нет. Учёные, недолго думая, связались с профессором Сахаровым. Тот дал откат. Возвращайтесь в бункер. Ну, мы повели учёных обратно. Ночь, не видно ничего. Как вдруг, выстрелы. Мы оглянуться не успели, как наших половины уже нет. Бой был неравным, пришлось отступить. Мало того, что среди нас были потели, учёных уволокли. Куда их могли увезти? Не знаю. Стоит вернуться на аллею. Там на нас и напали. Может, удастся что-нибудь найти? Хорошо, я согласен. Идём. Вот такие вот дела. До боли знакомый голос, но не пойму, кто это. Неважно. Каких-то тут сюрпризов, я так понял, искать не надо. Да и зачем? В принципе, у меня по патронам пока всё прекрасно. Тут, конечно, темноватый ужас. Опа, опа. Как-то с ПНВ мне комфортнее играть, но я понимаю, что вас зелёный свет может вымораживать. Но пока так, ребят. Так, идём вперёд от него. Не очень помню, что конкретно тут надо найти. О, вот и место побоище. Куча покойников. Напали, расстреляли. Кстати, у меня здоровье немножко. Неполное. Надо пополнить. Эх, что же я вашим матерям скажу, чуваки, когда на Большую Землю вернусь, а? Это он по рации сказал, типа. Так, нам теперь нужно обыскать какого-то главного, судя по всему. Вот на нём отметка, подбираем КПК и... Бледный, приём. Слушаю тебя, Томагав. Сейчас произошло нечто очень странное. Наша разведгруппа вышла на связь с сигналом СОС. Хотя уже больше суток связи не уходили. Самое странное, что сигнал идёт из соседнего двора. Чертовщина какая-то. Может, проверите с угрюмым, а? Хорошо, сделаем. Только будьте предельно осторожны. Жаль, ведь молодые парни были. Жить да жить им. Да, жалко твоих пацанов. Слушай, тут Томагав прислал сообщение. Просит проверить соседний двор. Ты как, готов? Да, я готов. Славно, идём. Сейчас какая-то ситуация, какая-то сюрреалистичная. Как будто Генка и Гешка Горин разговаривают. Или у меня у одного такое ощущение. Ладно, что по деньгам? 37 тысяч. Свободовцев, конечно, стоило обыскивать хотя бы ради денег. Кстати, тут же ещё тайник вроде был, да? Или... Не, я гоню. Тут какие-то патроны просто лежат, но тайника нет. Чё, ружьё берём? О, какое. Оно мне прям нравится. Сам бы не прочь узнать. Так, дальше что мне предлагают обыскать таки человека? Обыскиваем, забираем КПК. Предварительно патрончики забрав. Пошёл процесс. Томагав, это я, бледный. Нашли мы твоих людей, но уже мёртв. Блядь, что не так с этим странным местом? Причиной смерти, смотрите, лось хотя бы, а? Вроде рядом ничего нет. А! Чёрт! Томагав! Бледный, что у вас там происходит? Бледный, ответь! Вот и всё. Сейчас надо будет защищать нашего товарища. Я так и не понял, смертельный он или не смертельный. Тихо-тихо, не колдуй. Не колдуй, пожалуйста, по-человечески прошу. Вот, чё колдует, не понимаю. Так, стреляй по контролёру. О, он его застрелил сам. Молодец. Дальше что? Надо подождать, пока он успокоится. Да давай вставай. Да, жуть. Я на теле одного из бойцов нашёл КПК. Похоже, что лешим удалось спастись. Он бежал к мосту. Там он, скорее всего, и скрылся. К мосту? Да. Хреново всё получается. Почему это? За мостом укреп точка военных. Они, скорее всего, повязали его. Что ж, пока мы недалеко, пошли освобождать. Своих же не бросаем. Конечно. Пошли. Тамагав, приём. Мы живы. Это был контролёр. Проблему мы решили, но не совсем. Я уверен, что леший жив, но его взяли военные. Те самые. За мостом? Чёрт. Надо им подрубить крылышки и вызвать лешего. Он нам нужен. Хорошо, мы выдвигаемся к ним. Учёные. Их тут всё равно нет. Значит, они дальше в глубине Лиманска. Попробуем вызвать лешего. Хорошо. На связи тогда. Если что, мы готовы подойти на помощь. Мне нравится, как озвучил тамагавка человек. Не знаю, кто это конкретно сделал. Но, как мне кажется, голос подходит вполне. Просто, знаете, иногда бывает, что как бы не сочетается с персонажем голос. Вот мне показалось, что не сочетается вначале с ясным. Вот ясный, он как будто такой, знаешь, грубый поддонок. У него такой голос сладенький, не знаю. А тут как-то гармоничненько. Так, ну а что он не идёт-то? Давай перезагрузимся. Уже было такое, по-моему, в бетке. Не поправили. О, сейчас пошёл. Перезагрузка помогает. А, я перегружен? У меня пенифрин кончился, походу. Ну, конечно, я столько всего понабрал. Прибыли на место. Мы подобрались к крепточке. Какие планы? Выкосить всех военных и спасти лешего. Базару ноль, но есть один нюанс. Точнее, два. Видишь, у моста вояка ошибается. Хорошо. А вот на втором этаже второй нюанс. Символично, не так ли? Давай решать, кто кем займётся. Почему бы одному не убрать две цели разом? Потому что придётся менять позицию, чтобы убрать второго. А так, когда будет устранена цель на втором этаже, можно будет одному из нас подкрасться к тому чуваку, который ошибается у моста. Понимаешь? Не понимаю вашей растаманской логики. Что тут менять-то? Ладно, давай поступим так, как предлагаешь ты. Чудно. Выбирай цель. В общем, в прошлый раз я выбрал, что я остаюсь здесь. И мне дали снайпу. А вот если я выберу подойти к мосту... Хорошо. Тогда укройся за этими ящиками и жди моего сигнала. Выступаем ночью. Понял. Чур моё место на диване. Ага. То есть мне просто не дают с СВУшку. Ладно. Вот это хороший эффект рации. Подожди, кто умер? А, это я его ножом так убил. Конечно, у меня кончился эпинефрин. Кушаем орешки шоколадные. И заедаем последним эпинефрином. Дальше что от меня требуется? Добить? Добить. Отлично, отправляемся. Если я сейчас ещё раз посплю, то ещё эпинефрин кончится. А больше у меня... Да что? На F6 поставили перезагрузку. Ааа, я ещё не сохранился. В общем, поставили перезагрузку на F6. И я случайно мискликнул и... Чё он сказал? Тебе сюда нельзя? Гарик. Какой гарик? По-своему случайно попал, извини. О, идёт с пистолетом. Как будто бы добиваюсь. Ты чё тут всех что ли уже положил? А ну-ка. Да вроде нет. А чё пистолет-то в руки берёшь? Так, осталось ещё двое военных. Где прячутся зараза? Вот и всё. Мне, конечно, нужно подбирать. У меня скоро пушка уже заклинит. Но пока работает. Эй, кто вы? Угрюмый ты, что ли? В общем, спасаем лешего. Отводим обратно на базу. Бледный, как найдёшь время, зайди ко мне. Это кто-то мангафт сказал? Да. Ну давай. Всё, с угрюмым вроде как диалог окончен. Или ещё есть что-то. Что будешь делать дальше? Ааа, а тут не озвучили, значит. Не знаю. Возвращаться точно смысла нет. Сахар в голову открутит. А так, пусть думает, что я тоже погиб. Я хочу в лагерь тамагавка остаться. Можно было бы сплотить свободу и наёмников. Я хотел бы с ним об этом поговорить, но у меня есть незаконченное дело. Хорошая идея-ка по мне. А что за дело? В общем, на аллее мы нашли не всех бойцов. С нами был ещё один чувак. Трость. Слушай, помоги мне его найти, а? Почему я должен тебе помогать? Тебе надо? Так иди, в чём проблема? Да я бы... Короче, я бы и не пошёл с тобой на аллею. В тот двор. И лешего освобождать, если бы не под кислотой был. А сейчас меня отпустило. Теперь дальше стен лагеря отрасываться не хочу. А, вот оно что. Под кислотой? Понятно. Хорошо, я помогу. Но с условием, что ты реально сплатишь свободу с наёмниками. Конечно, мэн. Вот тебе крест. Хорошо, жди. Найти тростника. Угрюмый попросил меня найти одного его товарища, которого мы не обнаружили на аллее. Тростника. Так, ну, квест называется Межмирами, как бы намекая на что-то. Блёдный, ты нам очень помог, поэтому вот, возьми этот знак благодарности. Спасибо, Томогавк. Пряму за честь. 6 тысяч, МП5, ну и так. На чём задумался? Не думал, что придётся с кем-то другим делиться. Ну, ай, ладно. В общем, когда мы потеряли с вами связь, я приказал Тихому залезть на крышу и глянуть на бинокль. Что, как и где. Вас не видели, но он увидел кое-что другое. Это странно, даже для монолитовцев. Они отбитые. Ожидай всё, что угодно. Нет, нет, ты слушай. Один монолитовец достал какую-то штуку. Не смог Тихий разглядеть. Что это? Но не суть. Слушай дальше. Берёт он эту вещь, и напротив него скручены вояка. Так вот, фанатик что-то руками поводил, а вояку как начало выросить. Что было дальше? Дальше вы вышли на связь. А я всё думаю, что за дрянь там произошла. Можно это выяснить? Самому даже интересно. Где говоришь это было? На стройке. Только это, бледный. Может тебе ещё парней дать? Не стоит. Я просто подберусь, гляну и вернусь. В бой вступать не буду. Хорошо. Кукла Буду. Проследить за монолитовцами. Так, что дальше? Чувствую, сейчас мне придётся много что выбрасывать. 23 тысячи. Не так уж и большая разница, зато разница в уроне колоссальная. А вот теперь погнали в ту сторону. Тут что? Тут заряды. Два заряда и покушать. Мне не надо, спасибо. Лишний раз не хочу перегружаться. Один тут кто-то. Кто один-то? А, уже никого. Ладно. О, что у нас? Смотри. Блин, а я купил эту, да? Не, ну если сравнивать с по урону, то тут урон похуже будет. Но, конечно, есть оптика. Ладно, подбираем. Ух ты, пенифрин. Вот это подгон. За это большое спасибо. И тут новость гишка. Ну, короче, зря я купил по итогу. Поспешишь, людей не смешишь, как говорится. Надо было обыскать. Ну, я... Межмирами подобрать КПК. Выброси из подвала. Кто-то один появился. А, я уже двигался, не могу. Ну, пришло время тогда калаша. Выбрасываем. Раз уж я не могу его тащить, что теперь делать? Стоп, если я сюда загляну, то, в принципе, ничего не видно. А, что там было? Какие-то таблетки привозные. Меня наверняка кто-то ждёт снаружи, потому что один светится. Опа. Поговори с неизвестным. Так, легко. Там ещё кто-то двигается. А кто? Вернуться к угрюмому. Это что за херня произошла? Тростник с артефактом. Плюс 10 радиации. Заживление ран. Макс, вес, письма, защита. На самом деле, он больше плохой, чем хороший этот арт. Душа. Придётся аптечку использовать. Но контролёров я не вижу смысла обыскивать. Всё равно никому ничего не продам. Не, ну, с гишкой мощного работало контролёров. Хотя, возможно, им занизили хп специально. Из-за того, что их так много в одном месте. В общем, давай уберём ружьё. Слишком уж я на перегрузе. Оставим себе чисто с гишку. Патронов к ней много. Пистолеты тоже убираем. Ну, угрюмый. Дошёл бы ты куда подальше со своим тростником. Я такое пережил. Ты нашёл его? Ещё раз перебьёшь. Отправишься за своим тростником. Да, нашёл. Нашёл в каком-то подвале с сюрпризом. Призраки, звуки, мутанты. Фу. Забирай этот его КПК. Больше ничего ценного не нашёл. Йоу, мэн. Если бы мы взрывали, бы я бы на твой рассказ ответил. Вот так приход. Вот, но жаль трость. Хороший чувак был. Спасибо, бледный. И я сдержу своё слово и обязательно поговорю с томогавком насчёт объединения. Ах да, вот. Это за помощь. Сигареты, стимпакт, 3000, комбинезон, патроны. Отлично. Надеюсь, сойдётесь в этом. Ладно, мне уже пора. Ну, комбинез свободы явно лучше, чем то, что есть у меня. Так в нём ещё и намного удобнее, я так понял. Уровень восстановления сил средний, уровень восстановления сил низкий. Ага, он намного удобнее. Ну, конечно, по защите он немножко отстаёт. И тут мы уже можем что-то поставить. Во-первых, обязательно этот арт. Во-вторых, тут нет ПНВ. Ага, это большой минус. Итак, я прибыл на стройку. Какие-то монолитовцы тут должны что-то делать, верно? Кукла Вуду. Томогавка рассказала о том, как монолитовцы изжили со свету военного, даже не применив силу, а лишь только совершив пару движений какой-то вещью. Томогавка сказала, что эти монолитовцы были на стройке. Я должен отправиться туда и выведать, что же произошло на самом деле. Ну а что тут смотреть-то? Никого не вижу. Может, они там в трансе? Я могу просто взять, подойти. Убить монолитовцев? А что их убивать-то? Может, с ним поговорить можно? Вряд ли. Осмотреть тело адепта. У него была кукелка. Странная кукла, которую я нашёл у мёртвого командира монолитовцев. Что-то мне не по себе от неё. Стоит показать её томогавку. Обязательно покажем, и тут опять кто-то один. А, ну может быть, это те дальние захватываются? Так, тут что? Какой-то мёртвый военный. Сержант Седых. У него ничего нет? Как он вообще тут оказался? Вопрос. А может, и зарашить их? Подожди, не паникуй. Не паникуй, не надо. Успокойся. Так, первый готов. Ну и так далее идём. Опа. Покойный учёный с пивом. Но у него никакой инфы. Помню, что тут лежали в бетке инструменты. Вот они, да, калибровка. Но я их не буду подбирать. Надеюсь, никто не обижается, потому что я не собираю инструменты. Улучшать тоже ничего не планирую. Вот он. Еле-еле я его заметил. В том числе из-за того, что темно. Отправиться на интерь теперь с этими документами. До Сахарова. Как раз в томогавку по пути отдадим. То, что нашли. Подавление волн. Сжечь куклу. Подожди. Сжёг. А чё это было-то? Типа, я не пойму, что произошло. Вернуться в томогавку. Но я сжёг куклу. Потому что так нужно было. Какой-то фантом на меня напал. Или мне показалось, что он напал. Необходимо вернуться к томогавку и рассказать о произошедшем. А кто-нибудь что-нибудь понял? Леший. А, подожди. Это к нему. По поводу отправления на янтарь. Да что ж такая картинка-то тёмная, не пойму. У меня всё нормально стоит. То есть я могу, конечно, себе увеличить яркость. Но, по-моему, на видео по факту этого не будет видно. Что такое, бледный? Ты, мягко говоря, охреново выглядишь. Мягко сказано, томогавка. Из-за меня чуть дух не вышел. Я выяснил, что было на стройке. И что держал командир монолитовцев. Это была какая-то кукла. Чёрт, бледный. Я же говорил, будь осторожен. И что, ты вступил в бой? Нет. Точнее, не собирался в него вступать. А лишь хотел подобраться поближе. Но командир фанатиков меня засёк и... Я не знаю, но похоже, что он дал команду кукле. Знаю, бредово, но... Что произошло со мной потом, я объяснить не могу. Иначе. Что было дальше? Я чуть не застрелился. Эта кукла хотела заставить меня это сделать. Но я успел сжечь её. Ну и правильно. Не дай бог, чтобы кто-то из наших пересёк ей и её хозяину дорогу. Спасибо, бледный. Вот, возьми и поправляйся. Теперь 56-й. Спасибо. Я пойду. Ну вот, в принципе, и всё. С этим квестом решено. Дальше идём на янтарь. Говорим Лешему, что он обещал мне помочь. И перемещаемся на янтарь. Перешёл. Это глава 2 должна быть, да? А, уже 3. Уже третья глава. Ладно. Поучить спецприбор от учёных. С чем пожаловали? Я ему рассказываю. Опять-таки, это всё было в бетке. Всё, что случилось, что группа учёных во главе с Углюмым, который сопровождал Углюмый, мертва. Вот папка с отчётом. Боже мой. Нужно действовать по плану Б. Какому плану? Создание спецприбора, который поможет активировать аномарию. Я готов помочь. Но взамен попрошу вас этот самый прибор. Согласны? Согласен. Итак, меня направляют сейчас с профессором Иголкиным на янтарь. Делать замеры. Там будет сейчас жара полная. У меня же хватит патронов. Да хватит. Ну что, Иголкин? Это я с вами. Что ж, хорошо. Вы готовы? Готов. Прямо могу отметить, как озвучен Иголкин. Мне понравилось. Потому что ему подходит именно такой голос. Он мягкий, профессорский. Вот именно. И понравилось, как озвучен Томогавк. Неплохо так. Томогавк же, по сути, наёмник-отступник. Он как бы вышел из синдиката из конфликта. И вот как бы он уже не совсем злодей. И у него как раз такой голос не совсем злой. А вот ясному прям нужен какой-то был погрубее, позлее голос. Ну ладно. Мне так кажется. Я могу ошибаться. Опять же. Моё мнение за чистую монету принимать не надо. Мы почти на месте. То что тут... Ах, вот уж канчики маленькие такие. Кушаем таблетки. Красота. Должно помочь. Сохраняемся. И даже я предлагаю тебе таблетки пока поставить вместо бинта. Но давайте, нападайте. Всего 2 минуты нужно продержаться. Вы думаете, я не смогу? Главное, чтобы он не помер. Он может умереть. Здорово. Первый готов. Сюда явно не хватает оптики. Опа. А ты что не перезаряжаешь? А, я не на ту кнопку жму. Даже как-то страшновато стало. Пока держимся. Да успокойся ты, что ли. А нет одной пульки прям уже. Чуть ли не падают. Обратите внимание. Контролер. Так, я помню эту заразу. Он где-то отсюда в прошлый раз шел. Где он? Нет, контролер по сути только для меня опасен. Правда? Он не может иголки на заколдовать. Он его может только руками побить. А вот меня он может вполне. Кого? А, ребят, привет. Ну это все. Осталось 30 секунд. Опа. Калибровка завершена. Вот они мы. Ну, как успехи, профессор? Скоро уже. Да-да, бледно, уже скоро. Дайте мне еще пару минут. Да, конечно. Стоп. Что за... Кажется, повысилась аномальная активность. Ага. Неужели ты очнулся? Я думал, все. Ты уже не жилец. Однако ты удивляешь меня, бледный. И рассчитываю, что будешь удивлять еще долго. Что? Ты еще кто? И где иголкин? Что же ты не узнал меня? Давай, вспоминай. Голос знакомый. Ворон? Уже лучше. Рад, что не все из твоей головы вылетело. Что ты... Как... Тьфу. Ты же мертвый давно. Жив или нет, это интересные вопросы. Которые наверняка крутятся у тебя в голове. Ответ на них. И да, и нет. А ты сейчас откинешься явно. Так что беги, спасая ученого. И быстрее. Че? Что? Эй, постой! Так, срочно бежим. Вот гад переместил меня к себе, а обратно не переместил. Может быть я зря паникую, ученый был бессмертный. Но дело сделано. Здравствуйте. Бывай. В смысле. Надо обязательно перебить всех. О-о-о, успокойся. Подвистая игра. И зажим пошел. Бывает такое. Иголкин спасен. Профессор, это я! Вы идти можете? Думаю, да. Могу. В общем, возвращаемся на базу. Слушай, а может там у кого-то есть? Такая же пушка, но новая. А вряд ли у них и баканчики. Ладно. Опа. Быстрее, бледно, быстрее. Мы должны добраться до бункера как можно скорее. Не спешите, профессор, а то успеете. А-а-а, засада. Тут засада. Слушай, мать, успел идти вот яйца голову. Так-так, и что же это за рыбка к нам в сети попала? Неужели иголка из своего яйца вылупилась? Ха-ха. Что, думал, сможешь вечно прятаться от нас? Ошибаешься, крыса лабораторная. Где флешка? Отвечай, рожа ботанская. Профессор, по моему сигналу бегите ко мне. Пошел, пошел. Какого хрена? Да-да, могу. Забираем КПК Кракена. АУ, кстати, неплохого состояния. Он может быть лучше по урону? Нет, он хуже. ФН-очка тоже хуже. Ну еще бы. Есть ли смысл их обыскивать у этого вообще? Вот такая пушка, которая чуть хуже по урону. Вот я его даже оставил. Вообще, все бы я это себе оставил. А вдруг пригодится? Так, ну что, ты где там прячешься? Все, я его спас от наемников, которые за ним охотились. Далее с Сахаров. Разговариваем с ним, получаем экспериментальный научный прибор. Буду ждать. И этот прибор я должен поставить... А, дождаться? Дождаться сборки прибора. Хорошо дождаться, значит дождаться. Да, купим у него и пенифринчика. Таково есть, 12 тысяч. Ну а что делать? Кому сейчас легко? Ложимся спать. Билетный, это Сахаров. Спешу вам сообщить, что прибор готов. Это хорошо, профессор Сахаров? Очень хорошо. Отдавайте мне прибор и уходим. А, много килограмм? У меня есть и пенифринчик. Ну ладно, давай, наверное, что-то из оружия выбрисим. Пусть это будет АУК. Все, уже могу двигаться. Еще и кушать хочется. Не беда. Бабы кушаем. Установить прибор на крыше стройки. Ну то есть, в принципе, мне нужно вернуться сейчас в Лиманск. По-моему, на этом и остановилась Бетка. Билетный, нам аж мукер двигается волна крупная зомбированных. Нам очень нужна помощь. Возвращаемся срочно. Вот это да. Они куда-то в ту сторону смотрят. Обновлено. Чего обновлено-то? Раненый. Еще раненый. Так, все. Добил, тут уже мне опять плохо становится. Узнать у Сахарова, что произошло. Сахаров нам рассказывает, что в какой-то момент я упал без сознания. С выпученными бледными черными глазами. Но он мне дает награду за помощь. Сейчас на вас нападают зомби. А, я могу у него взять какое-то задание. Данный прибор на территории завода Янтарь. В общем, что я должен сделать? Установить прибор на территории завода. В принципе, можно. Опять-таки, за какие-то там 5-6 тысяч рублей. А переход у нас обратно в Лиманск. Тут. Ну, тут же лес. Но, скорее всего, он меня сразу в Лиманск кинет. Здесь у нас еще доложат. Локация Припять фигурирует. И... Мертвый город. Прибор надо поставить где-то тут. Ставим. И 2 минуты опять стоять ждать. Ну, давай. А там даже уже снорков вижу. Осталось 10 секунд. В принципе, вообще ничего не произошло. Я думал, твари будут лезть волнами, но... Как-то нет. 3, 2, 1. Гипотеза не подтвердилась. Запускается какая-то катсцена. Так, ничего и не произошло. Походу, ошибся, старикан. Надо отнести прибор обратно. Не, прикол, конечно. Получается, старикан не ошибся. Прибор действительно... Зомби приманивает каким-то образом. Все. Все, дальше пусть они сами тут тусуются. Я валю. А прибор забрать нельзя. Нет. Просто вернулся в бункер. Ваша гипотеза подтвердилась, профессор. Это невероятно. Это было на заводе? Как все прошло? Ну, уже не тяните. Я установил прибор. Подождал несколько минут. По большему счету, ничего не произошло. Я собирался забрать сканер. Как ко мне, начало кидать всякую нечисть. Впрочем, как вы и говорили. Это замечательно. Бледный. Это позволит нам отводить зомбированных от нашего бункера. Вот, возьмите за вашу работу. Стимулятор, научная аптечка, тысяч... Восемь тысячи, в принципе, как бы все. Возвращаемся обратно в Лиманск. А, меня кинуло в железо все-таки. Это как так? Слышу шмальбу. И уже отсюда же мне надо привезти, да? В телепорт, в Лиманск. Да. В принципе, как видите, новые квесты какие-то есть. А тут какие-то нейтральные ребята. Скорее всего, обычные. Да, долговцы. Мне нужно как бы в переход. Я подхожу сюда. А тут у нас что? Стоят вот эти вот ребята. В общем, бандиты пришли и заняли шахты. Поэтому я хочу с ними договориться. Пятнадцать косых. Хорошо, держи. Нормас, красава. Понял, спасибо. Все, меня пропускают. После чего мы можем познакомиться с теми, кто сидит внутри. Какой-то вот тут сидит парниша. Ну это просто... Как тебя зовут? Рваный? Ха, боюсь представить почему. В принципе, я мог бы, наверное, сразу перейти. Но тут наверняка есть какие-то новые квесты, помните? Мы с ними в прошлый раз общались. Вот, например, у этого. Просто осматриваюсь. И он мне в прошлый раз говорил, что подойдешь ко мне. Там у меня будет работа. А, ну, то же самое сейчас сказал. Что, мол, будет ра... Не понял. Тут, в принципе, можно со всеми познакомиться. Можно договориться с ним, приносить ему железки. С медиком тоже можно поболтать. Далее тут сидит торговец. Да и, в принципе, как-то все. Мне что, переходить? Все-таки, может, если я посплю, то что-то изменится. Давай, сколько сейчас время? Пятнадцать. Давай поспим до четырнадцати и посмотрим. Давай ко мне. Во, позвал. Все-таки. Пойдем в водичку. Кушать хочется еще. За что перетереть хотел? Хорошо, что пришел, синий. Короче, один наш человек мне шепнул, что долгари будут ученых через янтарь везти. А те, в свою очередь, будут контейнер один волочь. Си чё, что там может быть? Ага. Короче, я предлагаю тебе помочь моим пацанам грабануть этих орлов. Заловы не беспокойся, поделим все честно. Ну что, ребят, будем грабить или нет?